Приветствую вас, друзья, с вами Варчик, новая заставка на позиции, поприветствуйте ее лайками и комментариями, а в этом видео я вас научу, как самому себя тренировать в игре World of Tanks. Допустим, вы новичок, либо гениально одаренный старичок, что я имею ввиду, если вы только начали играть в игру World of Tanks, либо у вас много боев в этой игре, но до сих пор ни черта не получается, и вы абсолютно не понимаете, да почему же, вот я смотрю на экране, там на ютубах, стримеры всякие нагибают, а я нет, то вот как раз таки в этом видео я вам объясню, как простыми правилами, которых нужно придерживаться каждый бой, можно потихоньку себя тренировать и заниматься тем, что нужно делать каждый бой, практически на любом танке, поскольку огромное количество танкистов, если вы посмотрите вокруг в каждом бою и вообще оцените всю аудиторию World of Tanks, накатывают огромное количество боев и смотришь там после боя статистику, там по 40, 50, 60 тысяч, люди наигрывают, там даже по 100 тысяч бывают, и с таким огромным количеством боев абсолютно люди не понимают, как играть в это, не делают основных и самых важных вещей в бою, поскольку огромное количество боев, они просто присутствовали в бою и занимались какой-то чепухой, а если ты тренируешь ошибки, то ты их просто закрепляешь и потом уверенно их играешь еще тысячи боев и даже не подозревая, что все это неправильно. Итак, если вы только знакомитесь с этой игрой, с чего нужно начать? Во-первых, надо выбрать какую ветку качать и не спешить идти сразу на десятки, задержаться там на шестом, седьмом уровне, научиться там играть, до приличного уровня дойти и потом уже переходить к девяткам, научиться там играть и дальше уже по желанию, если захотите, только потом переходить к десяткам. Если вы не усвоили более низкие уровни, туда наверх идти смысла нет, там количество действий, которые можно и нужно делать, только увеличивается, а если вы даже на уровнях, на которых попроще не освоились, то лезть в густые дебри еще глубже смысла нет, там будет только хуже. Обычно у всех танкистов чем выше уровень, тем статистика на танках все хуже и хуже. И все это не просто так. И выбирать первые ветки нужно именно тяжелые танки, для того, чтобы было легче тренировать самые главные и важные вещи в бою. Выбираем самые лучшие ветки тяжелых танков на канале полным-полно видосов, где я рекомендую какие именно ветки качать. И вот мы на своих тяжах попадаем в бой, абсолютно на любой карте. В начале боя вот мы попали, мы новичок и вообще абсолютно ничего не понимаем. Что нам делать? Куда ехать? Что главное в бою? Что самое первое нужно сделать? Абсолютно на любой карте мы ее сразу же делим пополам. Вот допустим, наша база зелененькая, с одной стороны карты, с другой стороны красная база вражеская. Проводим воображаемую линию между этими базами, пополам карту разделили. И посередине, там где мы разделили, это середина карты. Середина карты это то, куда нам надо доехать. Но ехать нужно на середину карты, на фланге. У картошки практически все карты играются на фланге. Либо левый, либо правый. Нам нужно всего лишь в бою понять, на каком фланге нам будет легче. На левом или на правом. И буквально пару карт в игре есть, где город находится по середине карты и нам нужно ехать не на фланг, а просто в середину. Но я думаю, вы же не настолько одаренный танкист, как большинство в рандоме. И понимаете, что тяжелому танку надо ехать в город. И те пары карт, которые существуют с городом по середине, просто едете в середину, на центр карт. А все остальные карты играете по флангу и тоже едете в середину. Вот в этом и заключается тренировка для новичков. Не нужно стоять на баске в кусту, подпирать камень, ехать в какой-то куст, где уже пять человек стоит и становиться туда шестым. Нам нужно на фланг ехать. Нам нужно учиться играть активно в ближнем бою. Нам нужно накатывать бои в таком стиле, чтобы учиться активно играть, находить позиции на ходу, учиться стрелять, ромбовать, танковать бортом, гусеницы, играть от башни, находить выгодные позиции, чтобы играть от рельефов, укрытий, бойниц, из окон, через стенки там, в дырках и так далее. Стоя на басках в камнях, там в кустиках или в каком-нибудь гнезде в десятером, вы ничему не научитесь. Это самый отсталый тупой геймплей, который из себя ничего не представляет. На высокие уровни с такими умениями и знаниями лучше даже не идти. Такой геймплей играется там на низких уровнях, третьих, четвертых, пятых уровнях, стоя на баске в кустике. Нужно с первой минуты ехать на фланг и заниматься там делами. Поскольку бои быстрые, сразу нужно ехать и влиять на исход боя. Да, поначалу будет сложно, но если вы будете быстро схватывать все на лету, исключать ошибки буквально каждый бой и даже внутри каждого боя обучаться, то научитесь всему очень быстро. И даже если вы старый игрок и давно не играли в картоху, а сейчас решили зайти, то вам тоже придется переучиваться. Танчики сейчас не играются так, как раньше. Нужно ехать и играть. 15-минутных позиционок нет, все, забудьте. Они, если и бывает, то это случайность раз в год. И вот таким простым накатыванием на тяжелых танках боев на флангах, либо же в городе, в центре карты, либо в центре карты на фланге, накатывая бои, исключая ошибки. Вам должно быть интересно изучать карту. Вы должны приезжать на местности, там смотреть, что ага, тут укрытие, его можно использовать, зацеливать проезды и прострелы, откуда враги выглядывают. Поскольку, играя активно на первой линии, враги будут прямо перед вами, напротив, выглядывать на том же направлении, где вы и находитесь. Вы будете учиться сводиться, целиться, будете находить уязвимые зоны. Для этого нужно всего лишь просто шурудить прицелом по экрану и искать, когда перекрестье будет зелененькое, сводиться до конца и нажимать выстрел. При этом, пока вы все это делаете, не нужно стоять в открытом поле и ворон считать. Вы должны быть в укрытии и после выстрелов всегда должны находиться в безопасности. Для этого не нужно стоять как истукан. В этом ничего сложного нет, если все это тренировать, развиваться, иметь какую-то цель. И самое главное, нужно сразу понимать, что если сыграл плохо, то были ошибки, их нужно исключать и тогда вы будете играть каждый раз все лучше и лучше. На экране вся информация есть, в ушах команды видно, кто светился, кто не светился. За счет этого можно понять, сколько человек еще может быть у вас на фланге. Какие танки не светились. ПТшки ватные, значит они где-то в кустах валяются. Если это тяжи, они могут быть у вас на фланге, если они не светились. Нужно смотреть, у кого на фланге больше танков. Можно атаковать, нельзя атаковать. Вся информация у вас на экране. Мини карта. Если у вас всего этого на экране не видно, значит вы неправильно настроили игру. Правильные настройки для того, чтобы хорошо играть на канале видео есть. Найти эти видосы не сложно. На крайняк в группе ВКонтакте есть критшоты. Самое главное быть внимательным и пользоваться логикой. Вот такие простые действия, которые помогут вам просто натренировать самому себя, чтобы играть лучше. Даже в этом бою, который вы видите на фоне, я на среднем танке. В начале боя, грубо говоря, разделил карту пополам. И на фланге, туда куда все едут всегда играть, я приехал в середину фланга. Стал за укрытие напротив врагов, которые тоже стоят за укрытием. И провел там весь бой. И так нужно делать на всех картах. Грубо говоря, вы на фоне видели пример того, как нужно играть на всех картах World of Tanks. С вами был Варчик, играть красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok